Анастасия Красовская. Девушка страдала от своего высокого роста, но мудрая бабушка увидела в этом не проблему, а перспективу. Так в жизни Анастасии появилась модельная школа. Дальше была Европа и Китай, а после и кино. Настя снялась в фильме «Герда» и на шумевшем сериале «Слово пацана». Она играет инспектора Ирину Сергеевну. Дэми Мур. Жгучая красотка актриса в 16 лет начала работать в агентстве Елити Моделинг Айджин Си и сниматься для глянца. Но все изменилось, когда Дэми сняла квартиру рядом с актрисой Настасией Кински. Именно она посоветовала Дэми попробовать силы в кино. Ирина Антоненко. Ирина победила в конкурсе «Мисс Россия-2010», но в то же время завершила свою модельную карьеру. Предложения были, но душа не лежала. Зато Ирина начала сниматься в музыкальных клипах, и ее заметил режиссер Тимур Бекмамбетов. Дебют в кино состоялся в голливудском фильме «Фантом» Бекмамбетова. Также Ирину можно увидеть в сериале «Магомаев» и в фильме «Заговор в Голливуде», где Ирина снялась вместе с Брюсом Уиллисом. Мэрилин Монро. В 60-х годах Норма Джин Мортенсен работала на заводе, где познакомилась с фотографом. Он предложил ей поучаствовать в съемках за 10 долларов в час. Эти фото ее прославили, Норма стала одной из самых востребованных моделей на западном побережье. И уже после этого приятели свели модель с представителями киностудии «Ха-ха Синчри ФОУХ». Юлия Снегирь. Звезда новой экранизации «Мастера» и «Маргариты», будучи студенткой, случайно попала на кастинг в рекламу джинсов, а оттуда – в модельное агентство. Там ей посоветовали попробоваться на роль в фильме Валерия Тодоровского. Режиссер Юлю сниматься не взял, но подтолкнул учиться в Щукинском училище. Популярной Юлия стала после клипа «До скорой встречи» и сериала «Великая». Анджелина Джоли. До того, как стать самой желанной актрисой Голливуда, в 14 лет Джоли работала моделью. Она ходила на модных показах в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Этот опыт помог ей на съемках фильма «Джио». Ольга Куриленко. Это сейчас Куриленко снимается в Голливуде, а началось все в 13-летнем возрасте, когда Оле в метро подошел агент и предложил попробовать силы в моделинге. Уже в 16 лет Ольга подписала крупный контракт и переехала в Париж, где снималась для люксовых брендов. Там же, во Франции, она стала брать первые уроки актерского мастерства. Камерон Диас. Фигуристая красавица из фильма «Маска», ставшего ее дебютом, с 16 лет строила карьеру как модель. Она успела сняться для Келвин Клейн, Кока-Кола и Левис. Милла Явович. Моделью Мила стала в 11 лет и добилась на этом поприще большого успеха. Однако настоящей звездой Мила проснулась после выхода фильма «Пятый элемент». Саша Луз. В моделинг Сашу привела мама, бывшая подругой Ирины Григорьевой, известной-то по модели 90-х. В 15 лет, после работы с отечественными брендами, Саша Луз заключила контракт с американским модельным агентством. В 20 лет ее заметил Карл Лагерфельд, а позже она познакомилась с Люком Бессоном. Режиссер сподвиг ее пойти на актерские курсы, а затем снял в двух своих фильмах «Валериана и Гора Тысячи планет» и «Анна» в главной роли.